18 сентября, день Захарии и Елисаветы. Память Елисаветы и Захарии, родителей Иоанна Крестителя. Елисавета была двоюродной сестрой Марии, несмотря на долгие годы жизни вместе, у них не было детей. Однажды Захарию в пустыне явился ангел, который открыл ему, что скоро у них появится ребенок, его нужно назвать Иоанном. Захария не поверил. Ангел сказал, он лишится дара речи до рождения сына. Так и произошло. Захария снова стал говорить, когда взял на руки младенца Иоанна. Этот день считается счастливым для предсказаний в память того, что святая Елизавета предсказала Деве Марии рождение Христа. Поэтому на Елизавету в старину посещали ведунов и знахари. Сегодня принято топить баню и париться в ней, чтобы быть здоровым в течение всего года. И все потому, что было принято выгонять кумоху, то есть лихорадку, березовыми вениками. Этого было достаточно, чтобы нечистая сила никого не беспокоила после проведения данной процедуры обряда. Приметы. Все гадания, предсказания сегодня непременно сбываются. Листья пожелтели раньше положенного срока, осень будет ранней, а зима суровой. Если сегодня листья рябины пожелтели, зима наступит рано и будет холодной. Много ягод на рябине будет дождливая осень. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.